здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить вам очень красивую мушку на базе royal вульфа мушек очередная сухая мушка которая практически тоже универсальная можно использовать вместо любых жуков очень уловистая мушка для хвостика я беру бородки из гривки золотого фазана вот буквально такой небольшую щепоточку и распределяю их строго на цевьем наверху посмотрели подровняли еще раз попробовали подхватили распушили хвостик остатки отрезаем и хорошо крепим в этом месте я креплю сразу бородки павлина и чтобы не слишком утолщать с наше тело сразу же буду закреплю пару прядей нити юнифлос такая близкая как красному цвету это искусственный шелк как его рекламирует вот такая ниточка как красный альфред ну можем какой-то Проармируем наше перышко павлину и сделаем здесь 4-5 оборотов. Сколько у нас выйдет? Вот как раз хорошо этого достаточно. Закрепили наше перо. Вот мы с вами закрепили перо павлина и теперь нашей ниточкой юнифлос мы будем обматывать посередочке тела. Вот приблизительно. Такой величины длины будет достаточно. Прихватим и лишнее отрежем. Опять берем 2-3 бородочки перо павлина. Подготавливаем их. Крепим здесь и делаем симметричную обмоточку как возле хвостика. Делаем павлина. 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 Закрепили, остатки отрезали. 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 Вот мы подровняли мех, теперь можем его использовать. Проверили длину крыла какая нам нужна, остаточки нам надо отрезать, вот приблизительно, чтобы доходило до середины хвостика, больше не желательно. И теперь я слегка промажу клеем и нитку, и место крепления, так как наш мех немножечко непослушный, может вырываться при вязании, я использую такую тактику. Держу вот так в щепотке, прикладываю к месту крепления, и притяжной петлей прихватываю мех, не отпуская, держу его строго на вертикали. Два-три прихвата для того, чтобы мех не разрезать, потом начинаю проматывать несколько сильнее и отпускаю. Вот у меня получился вот такой симпатичный ёршик. теперь я беру такой же небольшой, ну гораздо меньше уже, пучочек кофтейла, и тоже его выравниваю в ступке. Вот так вот. Продолжение следует... Подровняли, поломанные волосочки убрали И примеряем наше крылышко Оно должно быть у нас чуть-чуть меньше основного крыла Обрезаем остатки Промажем клеем И крепим Вот так Вышло у нас чуть-чуть длиннее Убрали Подрежем еще Посмотрели Вот теперь соответствует И теперь окончательно На этом месте Прихватываем Мех Для того, чтобы не выполнять На одном и том же месте Массу оборотов Мы с вами закрепим Я подготовил В качестве лапок Вот такое перышко Крепим его здесь И хорошо-хорошо проматываем Так как мне нужна будет другая нитка Я эту убираю 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 И теперь Я немножечко поставлю крючок в удобное положение для меня Чтобы было удобно намотать перо И оно не скользило Наматываем перо Поехала И он не скользит В нитке И как сделать Поехали Убираю Нимmer Рассмотрим Это И Продолжение следует... 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 Желаю вам удачи!